смотришь видео и фото от людей которые сейчас бегают там по развалинам собирают кошек не очень в тяжелом состоянии их нужно спасать я проехала по железной дороге с 14 кошками трое суток здравствуйте я ольга мне 45 я писатель и художник иллюстратор многие после начала свого поменяли свои направления деятельности я выбрала свой путь и я занялась тем что мне интересно то что мне привлекает я стала писателем женских романов смотришь видео и фото от людей которые сейчас вот бегают там по развалинам собирают кошек отоловками попадают под обстрелы вытаскивают животных с помощью военных в этих переносках там когда они по 6 штук в одной переноски запихивают лишь бы как-то их вынести они очень в тяжелом состоянии их нужно спасать потому что они настолько истощены что счет их дней жизни идет буквально на часы гения очень много присылала фотографий где разбомбленные остатки домов остовые и внутри сидит кошка кошка которая сидит и ждет своих хозяев и как правило они ну и как правило они не дожидаются взгляд одной кошки мне так запал в душу что я поняла что вот именно эта кошка должна находиться рядом со мной лежать на кровати драть мой диван да вот такое вот несчастье на шатающихся лапах вышло к людям и я просто не смогла ее не взять ну все я уже на вокзале начинается наше путешествие по эвакуации хвостиков это наверное самое такое необычное происшествие в моей жизни речь зашла о том что нужен сопровождающий евгений я просто спросил оля поедешь как ну у меня опыт есть я с двумя кошками на верхней полке уже ездила почему бы в целом купе с таким большим количеством хвостов не поехать я проехала по железной дороге с 14 кошками трое суток из ростова новосибирск часть кошек ехала в одном погоне часть в другом и это получилось не просто кошачий вагон а целый кошачий поезд и это все было очень положительно не было какого-то отторжения хотя многие мужчины спрашивали а зачем вести кошек так как далеко из ростова в новосибирск а что ближе не было кошек если вам так хочется взять самое сложное вот поездки с перевозкой животных это было гладить их всех потому что у меня просто не хватало рук и просто выбивали лбом из рук телефон и говорили гладь гладь меня гладь вот он я так получалось что я если ложилась то я получалось что я была плотно-плотного облеплена кошками на каждой станции я выдавала кусочек счастья новым кота родителям и мы до сих пор переписываемся в чате поздравляем друг друга с праздниками и делимся фотографиями своих животных как они спят как они сильно сильно отличаются от тех которые приехали как они изменились в ростов я ездила осенью и зимой вывозила животных нужно теперь съездить весной и летом чтобы очередную партию вывести животных это наверное самый такой важный полезный и нужный проект который нужно совершить еще если мы не будем спасать животных то кто мы тогда будем мы тогда не будем людям ведь мы за них отвечаем мы их приручили